Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем четвертую главу книги пророка Захарии. В этой главе продолжается серия видений, которые пророк Захария будет видеть на протяжении шести глав. Это будет восемь видений, и они между собой расположены симметрично. И вот сегодняшнее видение, пятое видение, перекликается с предыдущей главой. Речь идет о том, как народ будет строить заново свою жизнь в Святой Земле, вернувшись из Вавилонского плена. И очень важно не совершать те ошибки, которые совершали предки, не повторять те грехи, которые обернулись катастрофой. И пророк дает новые обетования о том, что будет грядущее царство. Но главное условие, чтобы народ оставался верным завету, чтобы он был послушен заповедям Божиим. И этому посвящены странные образы, которые он видит в своих видениях, как иногда мы видим во сне, необычные, непривычные, странные. И вместе с тем вещи и образы, которые помогают прочитать происходящее и предвидеть будущее. В предыдущем видении мы видели образ Иисуса Первосвященника, которому прощаются грехи и даются новые обетования, новые благословения, и он приступает к своему служению. В пятом видении, вот в четвертой главе, мы видим два оливковых дерева, которые олицетворяют собой два главных исторических лица. Первосвященника Иисуса и правителя Зарабавеля, которые присматривают за восстановлением храма. Итак, ангел, прежде говоривший со мной, возвратился и разбудил меня, как обычно будет от глубокого сна. Это указывает на то, что пророк не должен проснуться, но наоборот он должен быть более чутким, более внимательным к тем словам и к тем образом, которые он увидит. Вот эта необычная атмосфера полусна, полуяви, бодрствования, которое в действительности происходит во время какого-то литургического сна. И при этом пророк ведет диалог с ангелами, которые ему открывают божественную волю. Ангел спросил меня, что ты видишь? Я ответил, вижу светильник, весь и золото, сверху на нем чаша и семь лампад на семи ветвях, исходящих от чаши. Еще вижу две оливы справа и слева от чаши. Светильник, который видит пророк Захарий, конечно, это символ Бога. И это непривычный нам семисвечник, который мы видим в храме, где семь ветвей увенчаны лампадами. Здесь, наоборот, на широкой чаше, на широком постаменте помещается большой сосуд, наполненный маслом. Вверх он наполнен маслом, и по краям его расположены семь лампад, которые пользуются тем елеем, который находится внутри этой главной лампады. И, конечно, это образ Бога Саваофа, который бодрствует над своим народом. «И я спросил говорившего со мной ангела, что это, господин мой?» «Ты и вправду не понимаешь, что это значит?» – сказал он. «Нет, господин мой», – ответил я. «Тогда ангел объяснил мне». И в этот момент, как очень часто бывает в снах, происходит какое-то смещение. И здесь, в тексте книги, условно говоря, есть вставка, есть три слова, которые обращены Зарававелю, которые пророк должен будет передать правителю. А ответ, который дает ангел, находится в 10 стихе, в конце 10 стиха. «Тогда ангел объяснил мне», и мы перескакиваем через несколько стихов для того, чтобы услышать тот ответ, который дает ему ангел. «Те семь глаз, что ты видел прежде на камне, – это очи Господа, что осматривают всю землю». В действительности, Бог видит, Бог заботится, и ничто не ускользает от Его взора. «Тогда я спросил у ангела, а что это за две оливы справа и слева от светильника?» И еще один вопрос обратил к нему, что это за ветви олив, изливающие золото, елей свой, по золотым ветвям светильника. То есть, есть два дерева, и особое внимание пророка привлекают две ветви, из которых струится сок. И это не просто елей или сок дерева, но это чистое золото, которое струится в этот светильник. Ангел ответил вопросом, «Так ты и этого не знаешь?» Я отвечал, «Не знаю, господин мой». Тогда он объяснил мне, «Это двое помазанных елеем, предстоящих владыки всей земли». Буквально говорится, это два сына елея, два сына свежевыжатых елея. В действительности, это образ мессианский. Зарававель и Иисус, первосвященник, они помазаны для того, чтобы исполнить божественную миссию, и в каком-то смысле они предвосхищение и прообразы того мессии, которым станет Иисус Христос, одновременно и царь, и священник. И теперь вернемся к той вставке, которая содержит в себе три послания, обращенных к правителю Зарававелю. «Это слово Господне Зарававелю, и значит оно, не воинской силой и не человеческой мощью, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Какой бы ни была великой гора на пути Зарававеля, осядешь ты, равниной станешь. Ибо надлежит ему завершить строительство и положить последний замковый камень при громком ликовании людей, благоволит, благоволит к нему Бог». Итак, самый главный месседж, самая главная весть, которая обращена к Зарававелю, о том, что власть, которая тебе дана, и миссия, которая тебе доверена, она может вызвать некую гордыню, и ты можешь слишком рассчитывать на человеческие усилия. У тебя возникнет такое ощущение, что ты всего можешь достичь своими руками и силы своего народа. Это соблазн, который представляет собой любая власть. Но очень важно помнить, что ни человеческими усилиями, ни насилием, ни подвигами можно будет восстановить народ и отстроить Иерусалим, но только лишь той зиждительной силой, которая представляет собой дыхание Бога, Дух Божий. Очень важно правителю быть достаточно смиренным для того, чтобы понимать, что если Бог не восстановит город, то напрасно трудятся все строители. И дальше странный образ Великой горы. О чем идет речь? На самом деле это достаточно простой образ. Дело в том, что на том месте, где стоял храм, сегодня возвышается гора развалин, руины, которые нужно разобрать. И это очень тяжелый труд. И эту Великую гору нужно счистить для того, чтобы обнажились основания храма, тот фундамент, который остался нетронутым. И эта работа была очень тяжелой. Поэтому здесь и сказано, ты, Великая гора, ты станешь равниной. Фундамент храма обнажится. И Зарававель, как тот, кто возглавляет эти работы, достанет из фундамента тот камень, который был заложен в основании храма, для того, чтобы потом этот камень стал замковым камнем в вершине храма, на котором будет держаться купол храма. И все это завершится всеобщим рукоплесканием и ликованием. Некоторые переводы говорят буквально «браво», «браво», «ура», «благословение». Господь благоволит к нему, к Зарававелю. Действительно, Зарававель – это великий правитель, который станет прообразом будущего мессии, будущего царя. «Было мне слово Господне», – вторая весть, обращенная к Зарававелю. «Руками Зарававеля положено основание этому храму, и эти же руки завершат его. И тогда вы поймете, что сам Господь Саваоф послал меня к вам». Эти слова, мы уже слышали во второй главе, они обращены к народу, который может усомниться в подлинности пророчества Захарии. Но когда все это исполнится, то вы поймете, что это пророчество было истинным. «И кто осмеливается пренебрегать тем, казалось бы, незначительным днем, в который работа была начата? Даже они будут радоваться, когда увидят в руке Зарававеля отвес». Среди тех, кто присутствовал при начале работ, конечно, было очень много людей, настроенных скептически. Как очень часто мы в жизни окружены людьми нытиками, скептиками, циниками, которые не помогают совершать работу, а наоборот деморализуют всех своими сомнениями, своим нытьем. И действительно, тот день, когда начинались работы, казалось, это совершенно неподъемный труд, это не приведет к никакому успеху. Но благодаря Зарававелю и благодаря помощи Бога все будет завершено, и даже те, кто были самые отчаянные скептики, будут радоваться. Их депрессивные сомнения сменятся всеобщим ликованием. В тот момент, когда в руках Зарававеля, они увидят отвес, образ того, что работа близится к своему завершению. «Те семь глаз, что ты видел прежде на камне в предыдущем видении, это очи Господа, которые осматривают землю». И здесь мы возвращаемся к тому видению, которое уже было в самом начале этой главы. Таким образом, главная весть пророка состоит в том, чтобы поддержать дух народа. Самая главная миссия пророка – это всегда утешать, укреплять, поддерживать мужество дух народа, для того, чтобы не опускались руки, для того, чтобы та миссия, ради которой народ вернулся из Вавилонского плена, для того, чтобы отстроить заново Иерусалим, эта миссия должна быть исполнена. И для того, чтобы она была исполнена, народ должен сохранять чистоту, веру, оставаться верным завету. На портале «Экзогет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.